Основными воротами в Европу для выходцев из стран Африки и Ближнего Востока остается Греция. Туда ежедневно прибывают тысячи человек, а острова Лесбоса и Кос превратились в огромные перевалочные лагеря. Каким решение этой проблемы видит Афина, станет ясно через два дня на экстренном саммите ЕС по миграции. Там страну представит Алексис Ципрос. Он уже второй раз за последние семь месяцев готовится принять присягу в качестве премьера. Его партия одержала победу на досрочных парламентских выборах, которые стали результатом внутри партийного раскола. Некоторые депутаты отказались поддержать курс жесткой экономии в обмен на финансовую помощь ЕС. Однако в новый кабинет Ципрос возвращается с тем же политическим курсом, хотя его поддерживают немногим более третьи избирателей. Похоже, мы до сих пор верим в сказки. Конечно, все должно быть по-другому, но альтернативы этой партии просто нет. Ципрос, но он должен работать, он должен реализовывать реформу, чтобы выйти из кризиса. Результаты меня расстроили. У меня нет оптимизма по поводу той политической линии, которой придерживается правительство. Понятно, что греческому народу не приходится ждать ничего хорошего. Тем временем Ципрос уже пообещал, что одной из основных целей нового правительства, чей состав объявит уже в ближайшее время, станет восстановление экономики. А пока глава Сиризы продолжает принимать поздравления с победой на выборах, поздравил его в том числе и президент Путин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова